Продолжение следует... Хо-хо-хо! Хо-хо-хо! Приветствую всех на своем канале по будням с сыном. И это великолепная ежегодная рубрика, которую мы начинаем сегодня. И называется она... Рождественский декабрь! Совершенно верно! Друзья, как и каждый год, в декабре у нас уже традиция. Мы стараемся с вами вместе подойти к празднованию Нового года. Конечно, для многих, кто живет в странах Европы, Северной Америки, Южной Америки в принципе тоже, конечно, более близко ожидание Рождества. Но мы с вами люди, которые не выросли в этой традиции, помимо этого, наша семья, а также приверженец еврейских традиций, мы встречаем Новый год. Но именно о традиции, как мы встречаем это в нашем у нас доме, мы поговорим с вами в другом видео. Кстати, расписание этих видео рождественских у нас на страничке в Фейсбуке находится на моей одноименной по будням сына. Так что будьте добры, заходите, смотрите, кого это интересует. Друзья, сегодня наша первая тема. И я сказала, что в этом году эту рубрику мы сделаем немножечко иначе. То есть мы каждый раз как-то по-другому проводим Рождественский декабрь. И, кстати, как мы проводили его раньше, вы можете посмотреть в одноименном плейлисте, который так и называется Рождественский декабрь. Там все видео, которые связаны с Рождественским декабрем за все те годы, что существует канал, вы можете посмотреть. Буквально в прошлом году у нас была серия бесед с мамой под елкой. Это было очень смешно, забавно, интересно. И там многое вы узнаете обо мне и моей семье, семье, где я выросла. Поэтому заходите, приходите, смотрите старые видео, они не менее интересные. А в этом году я решила посвятить декабрь именно традициям, которые обычно существуют в нашем канадском мире, ну и во всем, в общем-то, я думаю, западном мире, традициям встреч нового года. Как это делаем мы, как это делают Рождество, встречают здесь, какие-то традиции, какие-то, что принято делать, каждый день будет посвящаться чему-то такому. Поэтому ожидают быть интересным. И я надеюсь, что я смогу этот контент вам передать и вам превзнести его. Итак, друзья, сегодня первая тема. И первая тема сегодняшняя наша, о которой я хочу с вами поговорить, раскрыть, это музыка. Рождественская музыка. Вообще, знаете, давайте поговорим о том, что такое музыка. Музыка – это одно из тех, один из инструментов важнейших, сильнейших, сильнейших в нашей жизни, который помогает нам помнить какие-то события, которые вызывают большие ассоциативные память, да, ассоциативную. И музыка – это то, что вообще делает настроение, как может наше настроение плохое поддержать, так же и наше хорошее, а так же может улучшить наше настроение, может нас мотивировать на что-то. Музыка может быть с нами во время спорта, во время путешествия, во время свадьбы, во время, к сожалению, смерти. Это очень такой сильнейший инструмент, который с нами по жизни. И мы часто даже не думаем, если мы не думаем о музыке, как об отдельном инструменте, мы даже, наверное, не задумываемся о таких вещах, да, насколько это сильная вещь. Люди разные, слушают музыку разную, и для каждого человека какие-то определенные нотки будут являться, да, какими-то положительными или отрицательными, поднимать настроение или его понижать. Ну, что касается Рождества, я думаю, что здесь мы абсолютно, в общем-то, все похожи. Потому что что такое рождественская музыка? Это музыка, которую мы слушаем на Новый год. К сожалению, могу сказать, что я уже из того поколения, в котором, ну, как бы что-то советское, типа из голубых огоньков, уже как бы прошло мимо меня, потому что большую часть своей сознательной жизни я проживаю за границей. Поэтому для меня вот фильмы «Как один дома» — это более праздничный новогодний фильм, чем «Ирония судьбы», да, то есть, ну, вот если так рассуждать. И, конечно, музыка, которая связана с Рождеством, вся вот классическая западная музыка, она для меня является, ну, как бы, я думаю, сегодня и для многих по всему миру является именно новогодней музыкой. Но также, вот, наверное, из именно советской эстрады, вот «А снег идёт, а снег идёт», вот это просто, по-моему, самая зимняя, самая праздничная такая, патриотическая какая-то песня, она не может мне вызывать положительных эмоций, правильно? Ну, и, конечно же, музыка, которая звучит здесь, везде и повсюду, когда вы гуляете в каких-то шоппинг-центрах, просто в магазинах, посещаете что-то, где-то находитесь в каком-то помещении, да что там говорить, даже клиент у меня, который приходит в мою студию, у меня звучит всегда вот такая рождественская музыка. Поэтому, друзья, к чему я веду? Я веду к тому, что, конечно, музыку мы слушаем разную, и предпочтения у нас разные, рождественская музыка нравится большинству. Хочу вам сказать, что ещё для меня такое вообще. Когда я осознала, что я в Канаде, вы будете смеяться, я сейчас делюсь таким сокровенным. Это секрет. Мало кто о нём знает, только мои близкие. И я с вами поделюсь. Когда я осознала, что я в Канаде, что я здесь живу, и я как бы полноправный член, что называется belonging, да, belonging to here, то есть что я имею сюда вот, что я здесь, что я часть этого всего. Когда первый ещё, первый новый, первый вот рождество, первый декабрь, когда я пошла в магазин продуктовый, да, это самые простые вещи, в которых ощущается наша жизнь. Я пошла в продуктовый магазин за продуктами, в Монреале это было ещё. Всё время, да, играет в магазинах музыка. Играла рождественская музыка. Вот все вот эти западные песни, которые мы слышали в фильмах. И вот в этот момент, я вам могу сказать, я встала между стеллажами, я реально почти заплакала. То есть прям нахлынула. Это было как до первый раз. Это было такое ощущение здесь и сейчас, которое я вам просто не могу передать. Я осознала, что вот я здесь. Это не фильм в телевизоре, который я смотрю. Я здесь нахожусь, и как бы это здесь, это отсюда, и вот я здесь. Я слушаю эту музыку, и я стою сейчас вот здесь, между этими рядами, и я понимаю, что вот это я, и это со мной происходит. Это очень тяжело объяснить для человека, который, возможно, немножко далёк или не интересует сильно эта тема. Но вот это моё такое сокровение. И это то, о чём я хотела именно этой темой раскрыть рождественский декабрь. Это такое вот сокровенное. Поэтому, что касается музыки, это то, что может сделать ваш праздник, даже если он без ёлки, даже если он без снега, даже если он в Африке проходит, да, эта музыка – это тот инструмент, благодаря которому вы почувствуете праздник. Поэтому я желаю, чтобы музыка оставалась с вами и со мной всегда, чтобы вы не прекращали её служить ни при каких условиях. Музыка – это лекарство для вашей души. И для тех, кому интересно, какую музыку слушаю я, в этом же плейлисте «Рождественский декабрь», ещё, по-моему, с прошлого или позапрошлого года, есть не мои, конечно же, композиции. Это какие-то сборки, которые я собрала, трёхчасовые, четырёхчасовые, от других, то есть других каналов, и вставила в свой плейлист, чтобы люди, которые, да, хотят это услышать, конечно, они могут сами найти это в Гугле, но кто не любит искать, или кому интересно послушать, что слушаю я, пожалуйста, приходите в этот плейлист. Буду рада, если вы сможете разделить этот праздник вместе со мной. Итак, друзья, это было первое видео из серии «Рождественский декабрь 2019 года». Раскрываем секреты и традиции западного мира. И, конечно же, желаем друг другу в грядущем 2020 году, году крысы, всего самого наилучшего. Поэтому я жду ваших секретов, ваших каких-то, возможно, ассоциаций с Новым годом, что этот праздник вызывает в вашей душе, в вашем сердце, в вашей памяти. Буду рада читать ваши комментарии. И до встречи в следующем видео. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова